Дай нормальный подарок, шлют. Что это, цветочек? Привет. Привет, привет. Привет. Как дела? Нормально, вы как? Что делаете? Спасибо. Воюем, как всегда. С кем? Вот, вот это другой разговор. Корона, это другой разговор, а то не милая честь уже. С кем воюем? С грузинами. Армяне уже с грузинами воюют? Это что-то новое. Апресс розочка, Джон. Ну да, в принципе, ничего нового, как говорится. Я же знаю, что у вас есть даже флаг. Джавак вы написали. У вас есть четыре флага. Это Зяньгезур, это Нахчеван, это Джавак, это Арсах. И в середине флаг Армении. Нет, на своих эфирах будешь такую тему разводить. За вас здесь не будем. Это ваш флаг. У нас нет флага горячего. Не надо меня снизу не ругать, я их обожаю, так что не получится. Ты их обожаешь, серьезно? А они меня любят, так что не получится. А Тамуночка, как тебе в Шуше понравилось? Очень. А что больше всего запомнилось? В Азербайджане что больше всего запомнилось? Агдам. О, видишь, города просто нет. Да. Вот так. Это наследие. Ты сейчас зашел сюда провоцировать опять или что? Нет, я зашел показать всему миру, что сделали армяне глазами грузиньки. Здесь сейчас три соседских народа. Грузия, Азербайджан, Армения. Я хочу выслушать мнение нейтрального человека, который был в Агдаме, который был 28 лет под армянской оккупацией. Вот твои ощущения, Тамуно, расскажи. Ну, какие ощущения можно было увидеть? Там никакое, ну, не знаю, очень большое впечатление оставило меня. Потому что там, знаешь, вот не можешь увидеть траву. Просто лишь камни есть там. Остатки от зданий, которые были там построены. Все белое. Что ты думаешь, такое прощается? Как ты думаешь? Что за камни это? Что за камни? Как строили, да? Что за это? Белые камни какие-то, не знаю, по-моему, эти дома были. Какой прощается, по-твоему? Нет, за это убивали. Вот так. Нет, а мы за это не убиваем. Мы никого не убиваем за это. Мы освобождаем свою родину. У нас есть возможность. У нас есть силы. Ты вопрос и задаешь, какой ответ хочешь слушать. Ты ее просто подставляешь, а потом ее не навязываешь. Я задаю вопрос. За это прощают или нет? Это ее мнение. Она может его выразить, как ей угодно. Давайте каждый зададим вопрос по кругу. Мой вопрос был такой. Вы можете задать теперь вопрос мне, можете задать друг другу без проблем. Кстати, Белла, если я там что-то увидела бы, что-то сделано было бы, меня никто не может заставить что-то сказать. Понимаешь? А что в Шуши все плохо было? Вы очень ошибаетесь. А что в Шуши все плохо было? Она не была в Шуши. Белла, она была в Шуша. Она не была в Шуши. Она была в Шуша. Говори правильно. Там все плохо было, что ли? Ну, я по-своему говорю, ты по-своему говорю. Ты говоришь о моем городе на моей земле. Говори правильно. Я не говорю же, что ты живешь в Мымске. Если я говорю Джавахетти, а она Джавах, от этого ничего не меняется. Это меняется. Ты говоришь Джавахетти, а она говорит Джавах. Джавах, скажи мне, Тамуна. По-нашему Джавахетти, это по-ичьему. Окей. Тамуна, это Джавах или Джавахетти? Джавахетти. Джавах, ты реально иногда мне напоминаешь, не знаю. Белла, Белла, солнце мое, со мной невозможно. Я всегда побеждаю. Ты понимаешь, что слова в разных языках меняются? Вот, вот, вот это можешь говорить, знаешь, Армения, Хаястан, но здесь это не работает. Тут я король. Работает, работает. Ты никому обратно не заходишь. Когда заходишь в Шуша, там с большими буквами написано Шуша. Ну, это сейчас они заняли, написали. А, до этого же как было написано? Мы освободили, мы не заняли. Мы освободили, Белочка, солнце мое. Мы освободили свой исторический город, нами же и основанный в 1752 году. Это наш город. Да ты что ли? Ну, внушай себя. А чего ж ты в Степанакер не поехал, а только в Шуша? А, я скоро туда приеду. Я дальше поеду. Я в Иреван приеду. Я ж поспорил. Я в Иреван поеду. Я в Иреван приеду. Я в Иреван приеду. Хорошо. Ты же говорила, что, Бела, ты же говорила неделю назад в своем видео, что если понадобится, я поеду. Вот четыре дня назад было военное обострение, жертвы с обеих сторон. Почему же ты не поехала? Скажи, пожалуйста. Там сейчас никого не пускают. Серьезно? Из Белоруссии в Армению нельзя поехать? Я не это имею в виду. Я имею в виду, что на границе никого не поехали. За этот год из Белоруссии никто не поехал в Армению? Вот из Белоруссии за целый год конфликта. Годы три месяца. Никто не поехал? Почему ты не поехал? Я тогда поехал, наверное. Почему не поехали? Я езжу. Я езжу. Почему ты не поехала? Я не поехала, потому что я пока не могу. А почему? Когда надо будет, я поеду. Я что, у кого-то должна спрашивать, когда мне ехать, когда нет? Это я решаю. Нет, ты должна помочь родине, Бела. Ты должна сесть в самолет и полететь в Армению. Я помогаю родине. Откуда ты знаешь, чем я помогаю? Помочь родине – это не денежку переслать. Почему ты не поехала за полтора года туда? Это не денежка. Это и мои разговоры. Это и мои знакомства. Это разговоры. Бела, Бела, Бела. Буду с тобой общаться. Подожди, Камран. Этот вопрос задай себе. Что ты сделал для своей страны? Сидел перед телефоном весь год. Весь год пикал на кнопочки. Сказать, что я сделал? А когда тебе что-то говорят, ты говоришь, я инвалид. Как другие тьма делаются, так ты не инвалид. Послушай меня. Ну, давай я тебе расскажу. Хорошо, хорошо. 34 благотворительные акции. Встреча с ветеранами. Встреча с семьями шахидов. Организованные мероприятия. Как открытые формы, так и закрытые. Посещение освобожденных земель. Поднятие национального духа. Общение с ветеранами. Передача. Я создал свою русскоязычную передачу на азербайджанском канале, которая транслируется и в Карабахе, и в Ереване, чтобы ты понимал. Я автор передачи. Карабах, ты себе не ж веду. Степан Агент, ты там передача ведешь? Я в Ханкянди тоже транслируюсь. Да, в Ханкянди будет моя передача. Какой Ханкянди? Ответь мне на вопрос. Какой наш канал? Ты знаешь, что я делаю? Скажешь в Ханкянди, заходишь в Ханкянди, приезжаешь туда и настраиваешь мой канал в СТП. СТПС, а теперь скажу, главное, что я сделал, Катя Белла, самое главное, что я сделал, это я показал истинное лицо армян всего миру. Всему миру я показал, и грузинам, и русским, кто вы. Теперь сами они должны решать, кто вы. Я им показал ваше лицо. Ты можешь иметь девушку послушать или нет? Ты же там пропагандируешь про девушек, все, а слушать девушку ты не умеешь. Вот теперь я тебя буду слушать. Я нет, иметь девушек слушать я не буду. Я буду просто слушать. При езде в Степанакерд какой знак стоит? И чай флаг? После того, как бросили гранату неделю назад, этого знака тоже скоро не будет, поверь мне. Нет, но он же стоит, и флаг наш Степанакерд. Ты знаешь, Белочка, все, что стоит, рано или поздно падает, поверь мне. Неважно, упадет или нет, сейчас стоит? Упадет, поверь мне. Стоит 30 лет, да после 30 все равно у всех падает, так что расслабься. Еще долго будет стоять, так что не переживай. Ну давай поспорим, давай с тобой поспорим, давай, готово. А ты, я смотрю, любишь спорить. Камера, а почему на том эфире ты чужие короны присвоил? Можешь мне ответить? Я на том эфире ничего не присылаю, я даже деньги не контролюю. Ашота прислали, а ты сделал видео. Ну мне присылают деньги, вам присылают. Корона у меня на голове, солнце мое. Мне вот эти железные короны, погода... Нет, 30 корон, которые были для Ашота. Хорошо, 30 корон, делала твои короны. Бону, Тамуна, настоящая корона, видишь? Скажи мне, Тамуна, Тамуна, почему ты считаешь братским народом больше азербайджан, чем армейджан? Почему я считаю? Потому что азербайджанцев не вижу никакой вредности и вижу очень большой поддержкой насчет бюджетов. Спасибо. Я глючу, я глючу, ребята? 2-0 в пользу Киабрана Размувара. Ой, да конечно, да конечно. Белла, Белла, ты интересная молодая женщина. Ада, займись чем-нибудь, приготовь долму, поезжай на Кипр, а? Наслаждайся, ты так клево танцуешь. Я, слава богу, долму готовлю и все готовлю. Ада, приезжай в Армению, сядь с нас, полтора года разговариваешь. Я уже был и в Карабахе был, и везде был, и в Ханкенде буду. Я тебе маленькую тайну открою. Я ножкой туда стукнул уже. Маленький секрет такой, откройте. Ножка моя там уже была. Ножка, ножка туда зашла. И что? Ты же по к нему шуши все равно не мог ходить. Ты только там вокруг. Ну, ножка я уже так сделал туда. Тебя же вовнутрь не пустили, Киабран. Куда? Меня везде пустили. Меня пускают туда, куда никого не пускают. Я, знаешь, пропускаем. Меня везде пропускают. Ты пошел, но ты вовнутрь шуши не попал. Я, серьезно, я, наверное... Наверное, моя тень там сделала предложение руки и сердца. Наверное, это была тень отца Киабрана. Хоть не напоминает, а? Да, да, ну да. Тебя так обидел маникюр моей невесты, что ты, как женщина, не имея толерантности, решила доколоться до ее маникюра. Принеси кольцо, мы тебе сейчас покажем его. Это знаешь, какой плюс? Сейчас мы тебе покажем то самое кольцо. Зато теперь она стала его делать, правильно? Это ж плюс. Киабрана, да у меня есть, у тебя есть. Нет, ты знаешь, а мы с тех пор сохранили ногти в таком виде, чтобы каждый день напоминали ногти об этом счастливом дне. Мы уже три месяца не стрягем ногти. Я знаю. Вспоминаем тот счастливый день. Вспоминаю, вспоминаю. Только будет ли он счастлив? Потом смотри, что счастлив будет. Счастливы будешь только ты. Только ты будешь счастлива в Минске, только ты будешь. А мы все же, мы же недостойны. Ты знаешь, Камран, знаешь что? Постоянно, когда я слушаю, как она тебе со стороны. Это не бу-бу-бу, это человек, который закончил Санкт-Петербургский государственный университет. Хорошо, молодец. Тоже университет, который закончил Владимир Владимирович Путин. Так что это не бу-бу-бу, это интеллект. И побольше, чем у меня. Поэтому она подсказки тебе делает. Это не подсказки, это называется семейный альянс. Ты же знаешь, что такое семья? У тебя же есть супруг, правильно? Конечно, знаю. Ну все, да. Вот у нас альянс. Если тебе муж не подсказывает, я же не виноват. Не виноват, конечно. Я мужу не даю просто во все это вмешиваться. Зачем ему это? Камрад, у тебя есть такой. Ничего, мужу иногда надо давать во все вмешаться. У тебя есть такой. Какой? Я не вижу. Я все темноту вижу. Вы мне камеру отключили. Я с вами вслепую разговариваю. Вы в курсе? Как я камеру отключила? Это кто там пишет, эй? Достали уже. Вы можете по-человечески писать? Эй. Угу. А ты видишь? Нет, нет. Вы меня выключили в видео. Я не вижу вас, девочки. Подожди. Я просто чувствую, я просто чувствую, насколько Белла невероятно. Ты просто свои ноги показываешь почему-то. Я не знаю почему. Серьезно? Ноги. Это моя нога. Сейчас вы увидели мое красивое лицо. Мы про руку уже слышали, а вот про ногу еще нет. Нога кривая, да. Кривая. У меня и нога кривая, и рука. Представь. И нога кривая? Ты сейчас экран не видишь? Нет, нет. Ничего не вижу. Вы меня, вы знаете. Знакомство вслепую. Жалко. Видишь мою руку? Видишь? Выйдем, выйдем. Ну, тебе как-то понравилось там. Это расскажи. Мне хорошо, да. Моя родина. Я всегда туда езжу. Уже четыре раза ездил. Туда везде. И в аэропорте был физулья. И везде был. Десять раз ездил. Десять. Четыре это ты мало сказал. В аэропорт был? Открыли уже, да? Будьте счастливы. Да, уже летают. Можно уже за 35 минут из Баку туда прилететь. Уже все. Уже шесть часов не надо ехать. Вот так. И сколько пассажиров каждый день летает туда? Ноль? Ну, зачем ноль? Учитывая то, что рейсы два раза в неделю, то примерно человек, ну, где-то 600 в неделю точно летают. Ну, так какие тебе еще военные тайны рассказать, спроси. А что ты мне скажешь? А что, если у вас самолеты не летали там, пока это было под вашей оккупацией, до сих пор в Ханки-Андыне не летают самолеты, значит, у нас тоже не будут летать. У нас все летает. Мы быстро строим, быстро летаем. А у нас до туда самолеты не надо были. Мы на машине неплохо туда добирались. Ну, конечно. В Ханки-Анды не надо были. У вас просто воздушное пространство закрыто, поэтому не летали. Мы сколько, 30 лет мечтали, чтобы его открыть, но так и не открыли. Ну, Кемран, не говори ГОП, пока не перепрыгнешь. Еще непонятно, что... Нет, ГОП уже... Не, 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 не. Ну, еще позаберу, увидим. Не, не, я перефразирую. Белла, 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 не говори ар, пока у тебя не цах. Ар, цах. Смотри, как звучит. Не то, что Карабах. Не говори ар, пока у тебя не цах. На Лизгинском это очень красиво звучит. Карабах значит это слово. На Лизгинском это красиво звучит. Как вы любите... Вот Карабах назвали черным садом. Как землю, которую любишь, можно назвать черным садом? Расслабьтесь, расслабьтесь. Вот вы слышали ответ. Здесь нет. Смотрите, у Кемрана тоже бывают моменты, когда он не может ответить уже. Нет, невеста отвечает. Она говорит, кара, в переводе тюркское, это великий, большой, ты понимаешь, а? Кто-нибудь заснял этот момент, пожалуйста, кто-нибудь заснял этот момент. В общем, она сказала, что, Белла, ты... Это самая умная женщина Армении, продолжай в том же духе. А обязательно Белоруссия, это самое, будь счастливой. Кстати, хочу сказать, что президент Белоруссии был первым президентом, который после окончания 44-дневной войны посетил Азербайджан и поздравил Ильхам Гейдарыча с победой. Несмотря на то, что Белоруссия член ОДКБ. Вот так вот, Беллочка. А кара в переводе тюркское, это еще и великий, а не только черный. Так что, кто переводит Карабах, это не только черный сад, это еще и великий сад. К туркам нечего вам цепляться. Ну, то, что вы устроили в Агдаме, в Агдаме, в Физулях, в Диангелане, это действительно черный сад. То, что вы там устроили за 28 лет, что нам еще это разгребать, наверное, еще 30 лет. То, что мы шуши устроили, ваши азербайджанцы пришли, рты разинули и на эти постройки смотрели. Что там было построено? Шуши я не знаю, но шуша была в ужасном состоянии. Там ничего не было построено. Одна мечеть только восстановлена была, и все. Белла, там ничего нет. Реально, ну что ты думаешь, там что вы, Сингапур построили, там ничего нет. Мы сейчас отремонтировали церковь и дали ей первозданный вид, который был в начале века. Она сейчас не с этими остроконечными куполами, а с тем же видом, в каком она была в 1919 году. Ладно, спасибо вам, девочки. Я хочу поприветствовать отсюда Алину. Алина, ты, как всегда, прекрасна. Это было интервью армяно-азербайджана-грузинское. Всем женщинам мира желаю счастья, любви, чтобы вас, мужчины, носили на руках, чтобы вы кушали грузинский хэнькали, пили, я не знаю, грузинское вино и ели грузинский, понимаете? Я была сегодня грузинское вино. Чурчхэла – это грузинское, понимаете, грузинское. Мы будем пить грузинское вино, армянский коньяк и дружицы, два народа вместе – хорошо. Запомни одно, Белла. И грузинское азербайджанское домо. Белла, Белла, я вам скажу, Грузия никогда вам не простит батальон Баграмяна, никогда вам не простит 2008 год и никогда не простит ваши нападки в сторону Джавасити. Никогда в жизни. Мы грузии нож в спину не втыкали, а вы воткнули Грузии, Россию, Турции и Персии. Вы предали 4 великого государства. Спасибо, до свидания. До свидания, до свидания. Вот уже не до слова сказать. Почему вот он...